В республике сократилось количество индивидуальных предпринимателей, по данным налоговой службы, в прошлом году на 3904 человека. Почему такое произошло и каким образом собираются поддерживать предпринимателей, сегодня говорили на пресс-конференции Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашии. За круглым столом собрались журналисты, представители налоговой, пенсионного фонда и Минэка. Минус почти в 4000 индивидуальных предпринимателей в прошлом году. В 2011-м потери были существеннее. Отток идет постоянно, говорят налоговики. Но не надо страшилок, уверяют собравшиеся. Происходящее скорее зачистка и избавление от молчанов. Ведь одновременно увеличивается количество юридических лиц на 215. Возможно, индивидуальные предприниматели меняют разряд и берут выше. Или работники, которые раньше числились индивидуальными предпринимателями, фактически ими не являясь, приняли реальный статус наемного работника. Когда мы анализировали первый аспект, кто из этих предпринимателей осуществлял деятельность, у нас порядка 60% они или сдавали нулевую отчетность, или в том или ином виде деятельность не осуществляли. То есть больших потерь для бюджета в данной ситуации на сегодняшний день мы не ожидаем. В принципе, ситуация становится более правдоподобной. Данные налоговой приближаются к данным пенсионного фонда. Число выплачивающих взносов стабильно равно 38 тысячам. То есть это те, кто платил и платит налоги. Но а сказались ли какие-то другие факторы на уменьшение количества индивидуальных предпринимателей, к примеру, рост страховых взносов, и будет ли отток продолжаться дальше, пока говорить рано? Ситуация будет ясна как минимум через полгода. Минек собирается мониторить. Насторожение относительно того, что в связи с увеличением суммы страховых взносов из расчета фиксированного размера, мы думаем, это не может служить основанием для того, чтобы было. Я единственное могу сказать, сегодня, вот тоже анализируем, люди, которые в 90-е годы заимели свидетельство предпринимателя, не платили страховые взносы, к сожалению, сегодня получают пенсию. Вот только фиксированный базовый размер и чуть больше этой суммы. И даже мужчины говорят, почему не было такой нормы. Между тем, в помощь индивидуальным предпринимателям в республике действует специальный налоговый режим на основе патентов, так называемая патентная система. Сегодня они вспомнили, как нельзя кстати. Желающих приобрести патент, по данным налоговой, из месяца в месяц становится больше. Львиные доли в таком виде деятельности, как оказание транспортных услуг, почти 70%. В профильном министерстве считают, что эта система – хорошее подспорье и выгодное дело. В рамках патента индивидуальным предпринимателям разрешили нанимать до трех работников, что оказалось немаловажно. То есть, если бы я работал один, я бы платил, допустим, 10,5 тысяч рублей налога в год. Если я, опять-таки, найму еще троих своих работников, я буду также платить 10,5 тысяч. То есть, фактически, мы, можно сказать, оставили форму индивидуального предпринимательства, которая достаточно проста для регистрации, но разрешили, можно сказать, организационно обеспечили работу как малого предприятия. Правда, патентная система – дело тонкое. Ставка различается в зависимости от вида деятельности. Каждый предприниматель сам решает, что ему подходит лучше. Но следует иметь в виду, с этого года патентная система претерпела кардинальные изменения. Изменился состав видов деятельности, он уменьшился. В то же время получать патенты теперь могут занятые в общепите и розничной торговле. Облегчилась выдача свидетельства, продлились сроки перехода на патентную систему вместо максимальных 10 дней, сейчас до месяца. Патентная система – это упрощенный порядок учета, не нужно применять контрольно-кассовую технику. Но и главное – приобретая патент по фиксированной сумме, индивидуальный предприниматель освобождается от уплаты налогов. Словом, все для удобства предпринимателей. Освобождается от налога на доходы физлиц, ну естественно, в части доходов, полученных от предпринимательской деятельности, от налога на имущество физлиц, но это опять же в части имущества, которое применяется в предпринимательской деятельности. Если у него в собственности имеются дома, квартиры, которыми он владеет как физическое лицо, за них он, конечно, должен налог на имущество платить. Ну и самое существенное, на мой взгляд, это то, что они не являются плательщиками налога на добавленную стоимость, потому что это наиболее такой затратный налог. Вмененный налог, упрощенный налог, НДФЛ и патент – это все, скажем так, налоги одной группы, из которых выбирается только один. То есть, если мы говорим, что мы выбрали патент, это означает, что упрощенку, вмененку, НДФЛ нам уже по предпринимателю платить не надо. Деньги от патента поступают в муниципальный бюджет, ну а если предприниматель не заплатит его в срок или числится долги по налогам, свидетельство просто не выдается. Остается добавить в условиях повышения страховых взносов расчет делается на то, что патентная система способна снизить нагрузку на бизнес. Ольга Григорьева, Андрей Шоклев, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова